О дорожных войнах прошлого года сегодня на встрече с репортерами рассказал Александр Новиков. Начальник регионального ГИБДД отметил, что за 2018 год дороги унесли жизни больше 260 человек, как взрослых, так и детей. Всего в регионе произошло больше 2000 дорожно-транспортных происшествий. Но по сравнению с прошлым годом число аварий и количество погибших сократились, как и в целом по Центральному федеральному округу, отметили в Управлении ГИБДД Владимирской области. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в ряде территорий области все же отмечается рост количества дорожных происшествий. В нашем регионе, несмотря на общее снижение, есть территории, у которых рост количества ДТП от 5 до 16% зарегистрирован в Визняковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском и Судовском районах. Визняковские и Ковровские районы оказались самыми небезопасными, как для водителей, так и для пешеходов. Здесь инспекторы ГИБДД отмечают рост числа погибших. За 2018 в авариях погибли 4 ребенка. Главный дорожный инспектор региона обратил внимание и на безответственное поведение родителей и призвал внимательнее относиться взрослых к своим чадам на дорогах. На 88% количество ДТП возросло, когда дети попали в ДТП по вине родителей. То есть, когда или родитель ведет ребенка в неустановленном месте и переходит вместе на запрещающий сигнал светофора, или же отпускают ребенка в непосредственном участии переходить дорогу в нарушении установленного порядка. Беспокоит главного дорожного инспектора региона еще один показатель. Он хоть и не вырос, но держит свою позицию уверенно. Речь о водителях, которые садятся за руль под шофе. Таких, посетовал Александр Новиков, в нашем регионе много. И эта статистика пугает. Если это разложить, то в среднем каждый день происходит одно ДТП с пьяным водителем. Каждый день мы выявляем по области порядка где-то 13-14 водителей в нетрезвом состоянии. И где-то 1-2 человека выявляем пьяных водителей, которые задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии. Сдерживание роста пьяных аварий, по словам Александра Новикова, все же связано с активной работой ГИБДД. В том числе за счет рейдов, которые устраивали инспекторы, а также различных других профилактических мероприятий. Среди виновников аварий и областные дороги. Их состояние далеко от нормативного, говорят инспекторы. Во многих случаях отмечаются недостатки в содержании уличной дорожной сети. При оформлении ДТП мы констатируем отсутствие разметки, плохая различимость разметки, отсутствие дорожных знаков, ограждений, несоответствие освещения и так далее. По словам инспекторов, вся информация об убитых дорогах, которые стали причиной аварии, фиксируется и в дальнейшем учитывается при проведении дорожных работ. По итогам встречи с репортерами, Александр Новиков не исключил появление в этом году со специального мобильного приложения. В случае его появления, оно позволит оформить аварию без вызова ГИБДД и получить выплаты по страховке. Ну и не стоит забывать о существовании европротоколов, которые значительно упрощают жизнь водителям и инспекторам.